Бог, Он снимает с нас вину. Обращайтесь к Нему, Он действительно самый лучший наш помощник в бедах. Авель, я знаю, что у тебя большое послание, также ободрение к нашим зрителям. Я хочу поговорить об отце Иосифа, я хочу поговорить о Якове, который на самом деле, ну мы знаем, что он был благословлен Богом еще когда уходил из земли Хананской. И вы знаете, в его жизни произошло два очень ключевых события. Первое, это то, что ему досталось благословение отца, потому что между ним и Исавом, его братом, была сделка. Сделка эта была сделана за похлебку супа. И второе ключевое событие в его жизни произошло, когда его сам Бог благословил, когда он возвращался обратно в землю Хананскую. И вот как раз об этом я хотел поговорить сегодня и донести до каждого из вас, до тех, кто сегодня выживает собственным умом в различных трудных ситуациях. Мы помним, что Яков, придя в землю Вавилонскую, в общем, ну, в междуречии будем так говорить, да, он, в общем, там оказался в ситуации не очень хорошей. Его обманул его тесть, ему дали не ту жену, которую он хотел, ему каждый раз изменяли плату за своих жен, ему каждый раз что-то, какие-то козни ему строили, что его тесть, что его сыновья. Да. И во всем этом на самом деле с ним вместе был Бог. Рядом. Да, но Яков почему-то всегда думал, что он доходит до всего этого своим умом. Хотя уже перед самым выходом оттуда, вот мы помним про этих пестрых самых козлов, когда Бог ему уже, ангел подсказал ему сделать какие-то определенные шаги, и все равно. Иосиф, извиняюсь, Яков постоянно оборачивался назад. И вот есть, я сегодня, кстати, в Фейсбуке, мы часто в последнее время говорим о Фейсбуке, но тем не менее, там иногда бывают интересные вещи. Я сегодня в Фейсбуке прочитал интересную фразу. «Никогда не оборачивайся назад, потому что там все без изменений». Все, что делал Яков по пути из Междуречия, сюда в землю Хананскую, он постоянно оборачивался назад. У него постоянно перед глазами был грозный Исав с угрозой его убить. У него постоянно были страхи, которые он испытывал в Луке. Он сейчас ведет сюда, в землю Хананскую, свои стада, свое имение. Он, в конце концов, своих жен сюда ведет со своими детьми. И он постоянно боялся, чтобы их не убили, чтобы им не причинили зла. Он постоянно жил вот в этом страхе прошлого. Но Бог вел его постоянно за руку буквально из Междуречия сюда в землю Хананскую. И даже когда его тесть догнал весь этот вот его караван и хотел его убить, Бог явился лично к тестью. Сам Бог явился к тестью и сказал, не делай ему ничего худого и не говори ничего худого. То есть настолько Бог был постоянно с Яковом, что с ним не могло ничего плохого произойти. Но когда мы находимся вот в этих вот страхах, что что-то вдруг случится, кто-то нас чем-то, не знаю, может быть, припугнет или может быть, как-то отомстит, мы постоянно отвлекаемся от Бога. И сегодня, когда мы как бы делаем какие-то правильные вещи, я тоже слышал это в одной из проповедей буквально недавно, если мы делаем много правильных вещей, и эти вещи неугодны Богу, мы делаем неправильные вещи на самом деле. Просто враг хочет сосредоточить наше время, нашу энергию там, где мы отвлечемся от Бога. И это то, что делалось постоянно с Яковом. И вот когда настал момент, и он остался один, написано, и до наступления зари некто, а в еврейском тексте написано, что человек боролся с ним, написано, ишнеевак ему. И в этот момент происходит второе благословение Якова, уже окончательное, когда Яков получает новое имя, Исраэль, когда он получает новое благословение от самого Бога. И здесь очень тонкий момент. Тонкий момент, который говорит нам следующее. С ним боролся все-таки человек, и одолеть его не смог. Это было первое проявление, будем говорить, Бога в образе человека, когда Бог показывает, в человеческом, в человеческой плоти, мы друг с другом воевать не можем, это бессмысленно, мы не можем одолеть человека сильнее нас. Но тот Бог, который находится в человеке, Он способен благословить, Он способен дать новое имя, Он способен дать новый путь и новые абсолютно какие-то перспективы в жизни. Я хочу провести параллели с Иисусом Христом. Он тоже пришел сюда, Он коснулся каждого из нас. Он боролся на духовном уровне за то, чтобы мы приняли Его, потому что написано, те, кто уверовали в Сына Единородного, на суд даже не приходят, написано. Он боролся, Он пришел к нам, Он дотронулся к нам. У нас некоторые Его приняли, некоторые не приняли, но Он в любом случае своей крестной смертью дал благословение каждому. Он забрал все ваши проклятия, все свои страхи. На крест них больше не существует. Они существуют только в нашей голове, если мы оборачиваемся назад и живем своими страхами. Так вот, пример Якова и пример каждого из нас. После того, как Иисус пришел сюда, боролся за каждого из нас с врагом, победил его на кресте, враг на кресте был побежден, все. У него больше нет полномочий, он уже знает, что его дни сочтены. Сегодня все, что он пытается сделать, он пытается отвлечь нас от Бога, потому что других способов продлить свою жизнь у него нет. И не будьте таким, как Яков, не оборачивайтесь назад, не смотрите на все свои предыдущие грехи, потому что Бог говорит, что Он их вам не упомнит, если вы придете и покаетесь. Если Бог не помнит, нам-то зачем их помнить? И вот это место, в котором произошло, вот эта встреча произошла между Яковом и тем самым некто, который мы знаем, что это на самом деле Бог, потому что это Бог не представляется людям по имени своему. В этом месте Яков назвал это место пеноэл или энкаунтер, место встречи с Богом. И этот энкаунтер, это не встреча, не столкновение с целью кого-то побить, побороть, а это именно столкновение лицом к лицу, столкновение с истиной, которую мы должны познать, увидеть ее в нашем сердце. Может быть, для тех, кто уже уверовал в Бога, обновить свой завет с Богом, именно вот этим вот присутствием в своей жизни, или так, исключением присутствия врага в своей жизни, то есть перестать отвлекаться на все его вот эти вот помехи. Все помехи одинаковые, он просто нас пытается куда-то перетянуть. У него этого не получится, если мы будем сосредоточены на Боге, а не на предыдущих страхах. Страх, чувство вины – это орудие дьявола. Я призываю вас, будьте в присутствии Божьем, приходите на этот энкаунтер с Богом постоянно, каждый день, призывайте имя Иисуса в свою жизнь. Так же, как и Яков не мог без вот этого некто здесь жить благословенно на этой земле, так и мы без Иисуса Христа не можем делать ничего. Призывайте имя Иисуса Христа на свою жизнь, и в вашей жизни наступят абсолютно нереальные, сверхъестественные перемены. Я прямо сейчас говорю тому человеку, который сидит и смотрит нас, и этот человек говорит, что у него что-то в жизни не получается, и это постоянное, и, скорее всего, это судьба. Это не ваша судьба, это ложь врага, которую он пытается принести в вашу жизнь и помешать вам получить благословение. Получайте благословение прямо сейчас, в прямом эфире. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы хотим провозгласить сейчас, мы покажем вам замечательное свидетельство, но...